В гибкости и пластике соревновались более 300 гимнасток. К сочинским художницам присоединились и спортсменки из других городов края. Самым маленьким 5 лет, старшим 15. Это мастера и кандидаты в мастера спорта. Любой гимнастике не угасает. Это их образ жизни. Они продолжают заниматься и выступать на нашем турнире. Гимнастки стали трудиться с 3-го числа, чтобы сегодня красиво выступать, порадовать своих родителей и нас. Награды получат все. Это наш маленький сюрприз. Подарок от Дедушки Мороза на Рождество. Действительно, в этом виде спорта не бывает длительных выходных и каникул. У гимнасток с детства строгий режим. Иначе на смарку пойдут приобретенная форма, гибкость и растяжка. А еще, подчеркиваю, тренеры – вредные привычки, как правило, обходят стороной тех, кто увлеченно занимается спортом. Поэтому воспитанницам второй сочинской спортшколы было чем занять свой досуг на каникулах. Пока у нас были новогодние каникулы, мы на гимнастику ходили и там занимались, потому что мы должны были готовиться к вот этим соревнованиям, чтобы не подвести тренера. Я очень много старалась и дома занималась. И я всегда хотела быть самой лучшей. Очень нравится выступать, заниматься с Анастасией Андреевной и разминаться. Мне нравится больше всего красивые золотые медали. Помимо золотых медалей, художественная гимнастика – это один из самых ярких и женственных видов спорта. Девочек с первых занятий учат чувствовать мелодию и ритм, красиво двигаться. Как результат, их пластика и отточенные движения на выступлениях вызывают положительные эмоции как у зрителей, так и у судей. У родителей свой интерес. Мамам с папами важно то, что гимнастка отличается среди сверстниц осанкой, точеной фигурой и особой грацией. Когда я была маленькой, я восьме садилась на спорта. Равновесие больше. Мне не получается, но я очень трудно. Я много работала и трудилась. Я выступила неплохо. И я думаю, что я займу первое место. И лучший тренер у нас – Анастасия Андреевна. Очередной опыт у гимнасток уже есть. А вот медалями и какого достоинства пополнятся копилки их наград, спортсменки узнают завтра, в последний день турнира – рождественские каникулы, на торжественной церемонии подведения итогов.